Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! А вы знаете, кто такие миллионеры? А уверены, что правильно относитесь к деньгам и знаете все о них? В этой книге издательства AB Publishing мы расскажем вам не только об этом. Также вы узнаете о секретах и правилах богатства, о том, как превращать идеи в деньги и то, чем же богачи отличаются от обычных людей. А советы известных миллионеров и рекомендации о пути к успеху смогут помочь вам изменить вашу жизнь к лучшему. Если вы хотите стать успешнее, состоятельнее и просто счастливее, то эта книга даст вам нужную информацию. Интересные же факты о миллионерах смогут удивить и даже насмешить неожиданными историями. Введение Конечно, вряд ли кто-то может сказать, что не слышал о том, кто такие миллионеры. Но оказывается, мало знать само определение этого слова и догадываться, что это просто богатый человек. Существует множество интересной информации об этих людях, знание которой может помочь и самому обычному человеку добиться успеха и заработать баснословные суммы. Многие мечтают разбогатеть, хотя часто и не признаются окружающим в этом желании. Да и не обязательно говорить об этом на каждом углу, главное самому себе признаться в желании жить лучше и богаче, и таким образом подняться на первую ступеньку на пути к успеху, достатку и благополучию. Но, конечно, одного желания может быть недостаточно. Не зря миллионеры и психологи выводят секрет успеха, правила и принципы богатства, придерживаясь которых можно достичь большего. Именно об этом мы решили рассказать в нашей аудиокниге. Здесь вы сможете найти самые интересные сведения о самих миллионерах, обычных и самых удивительных, об их историях успеха, секретах и советах. Не менее интересна и психологическая сторона вопроса. Оказывается, черты характера, поведение и даже мировоззрение у миллионеров несколько отличаются, но далеко не все когда-либо слышали об этом и могли использовать это в своих целях. Даже если подобные советы, мотивации и попытка изменить свою жизнь к лучшему не приведут к тому, что ваши счета пополнятся шестизначными числами, вы все равно сможете добиться успеха, благополучия и просто настроить себя на позитивный лад. Ведь зачастую главное поверить во что-то, и тогда любая цель сможет стать ближе. Каждый сможет почерпнуть что-то интересное для себя. А это уже шаг к самосовершенствованию и постоянному развитию личности, без чего трудно представить себе достойную жизнь. Поэтому слушайте, запоминайте подготовленные советы, пользуйтесь ими в своей жизни, и вы увидите, как шаг за шагом вы достигаете любых поставленных перед собой целей. Глава первая. Кто такой миллионер? Кого называют миллионером? Немногие точно могут сказать, кто же такой миллионер и с чем, как говорится, его едят. Хотя общее определение понятно сразу – это человек, у которого есть миллион. Только вот какой именно? Ведь в некоторых странах есть множество миллионеров из-за слабости местной валюты, но это же не значит, что их можно считать богачами. Здесь слово «миллионер» будет употребляться в юмористическом смысле. Основное же определение такого слова – такое. Миллионером называют человека, капитал которого больше миллиона евро, долларов США, фунтов стерлингов или другой сравнимой валюты. Часто в некоторых странах статус и престиж человека даже напрямую ассоциируются с таким шестизначным капиталом, из-за чего многие ставят себе целью жизни достижения подобного богатства. Здесь и хочется отметить, что желание стать богаче и благополучнее – идея хорошая. Но вот сделать это своей жизненной целью – не самое лучшее решение, которое может принести только лишние проблемы. В основном, денежные и другие ликвидные активы – это лишь небольшая доля всех активов миллионера. Поэтому часто некоторые богачи, владея дорогой недвижимостью, машинами, могут вместе с тем испытывать недостаток налички для ежедневных расходов, что заставляет их одалживать и часто приводит к утрате средств и статуса миллионера. Именно это утверждение заставляет задуматься, тот ли человек, у кого есть дорогостоящие недвижимости, акции, бумаги, компании, может считаться миллионером. Ведь бывает такое, что у человека есть квартира стоимостью в миллион, но при этом живет он на одну зарплату и не может позволить тратить себе очень много. Поэтому чаще всего миллионер именно за... Sample complete. Ready to continue?